В 2065 году война разрушила наш мир. В отчаянии мы искали новый дом на других планетах. И когда мы подумали, что нашли его, мы поняли, что мы не одни. Самая главная наша миссия — не оплошать. Мы — последние. Вы спросите, почему я здесь. Жизнь. Программа выживания встроена в каждое живое существо. Выживать и развиваться любой ценой. Миллионы лет планета Земля была домом для множества красивых и удивительных созданий. И все они жили в гармонии с окружающей средой. В их число, конечно, входила человеческая раса, так называемые хозяева своей судьбы. Доминантный вид, что миллионы лет эволюции менял окружающий мир под своей нуждой. Но все закончилось 7 лет назад, в 2065 году. Потому что, к сожалению, именно в тот год ядерная война разрушила нашу прекрасную планету. Война длилась всего 67 минут. Бомбы падали так быстро, что никто не успел попрощаться, помолиться и позвонить своим любимым. Население всего мира даже не поняло, что война началась. Но в одно мгновение ока наш дом сгинул. Немногочисленные люди, что пережили постапокалипсис, улетели на кораблях-разведчиках, во все известные уголки галактики, искать планету, что стало бы их новым домом. Я на одном из этих кораблей. Насколько мне известно, мы, вероятно, последние. Когда мы получили сигнал с Пегаса, мы сменили наш курс и направились к потенциально новому для нас дому. Подвиг Пегаса подразумевал то, что человечество может начать все заново и построить будущее, зная, что мы не последние. Ладно, я отвинчиваю последний винт. Постарайся не потерять. Расслабься, он в надежных руках. Я просто не хочу их терять, по возможности. Да, тут и так уже довольно много винтов потеряли. Майкл, ты не веришь в разумность членов экипажа на борту? Или нарочно привираешь насчет исправности работы моего корабля? Твоего корабля? Пошел ты, чувак! Этот корабль мой! Воу-воу, полегче, астронавтик! Любой дурак может это корыто вести, нажав «Поехали!» Но надо быть гением. Обрати внимание, Майк, что я гений, чтобы корабль не развалился в пути. А значит, корабль мой. Простите, дамы, что прерываю вас, но это корыто, как ты его называешь, Пит, мое. Капитан, чей это корабль? Корабль Джона. Вот и умнички! Сколько еще займет работа? Устанавливаю новый клапан. Вас понял, постарайтесь быстрее. Двигатели надо запустить в течение часа. На нас летит облако пыли. Там не до клапанов будет, если долетит. Вас понял, сэр. Удваиваем скорость. Так, а че мы? Надо убедиться, что он нас не слышит. Капитан! Так, ну ладно, а че мы? Майк, этот корабль мой. И благодаря мне он еще не развалился. Это Майк меня вечно просит, довезя нас до той планеты, проскочить сквозь метеоритный дождь и черную дыру. Чего только не просят пилоты, запутавшись с управлением. Ну, может, он и не разваливается. Ну, не ты же чинишь его сейчас. Ну, моя работа в распределении обязанностей. Какой смысл мне рисковать, выходить и чинить клапан, когда есть ты, Майк? Работа для семилетки. В следующий раз отправим Лайлу. Скафандр большеват. И, кроме того, наружу отправляют тех, кого не жалко. Да пошел ты с твоей жилостью. Без меня мы не полетим. Так странно. Я думал, что капитан и его пилоты будут дежурить следующие две смены. Никто не летает, как я. Ясно? Для меня полет искусство. Как бы то ни было, мистер Важность, как только я поставлю клапан, я вернусь внутрь, чтобы надрать тебе зад. Но это будет меня стимулировать. Ладно, только проверь, чтобы все уголки были ровные. Смотри, чтобы резьба совпадала. Проверь, что не поставил их задом наперед. У тебя там что, инструкция перед тобой открыта? А я думал, ты гений. Закрути винты обратно и закрой панель. И все готово. А потом я проведу испытание с давлением. Эй, подожди, пока я выйду из отсека. Не начинай испытание. Не переживай, расслабься. Тебя точно не сдует и не унесет в далекий космос. Если ты все сделаешь правильно. Предупреждение. Выпустить давление в резервуарах с гелием. Майк? Только что уронил один винт. Могу поискать. Используй запасной. У тебя их много таких осталось? После семи лет не спрашивай. Понял, извини, парень. Что сегодня на ужин? Твое любимое блюдо, чувак. Да, стейк, картошка, салат и луковые кольца. Вечер удался. Еще бы. Эдвард старается изо всех сил. Все ему очень благодарны за вчерашнее. Люк заблокирован. Направляюсь к шлюзовой камере. Майк на связи. Слушаю. Джейн, я доделал запитую его работу. Я возвращаюсь. Вас поняла. Курс уже намечен. Майк снова на борту. Шлюзовая камера закрыта. Разгоняюсь. Молодцы, ребята. Как пегас летит по космосу, так и лодка плывет под водой. А у тебя есть лодка? У меня? Нет. Но я чинил парочку. А что еще есть в океане? В океане? В океане много всего. Я тебе рассказывал о коралловом рифе. Не рассказывал? Что ж, коралловый риф похож на красивый огромный сад под водой. Там миллионы разных цветов. Он простирается на десятки и сотни миль. Можно изучать его и рыб. Посмотрим сегодня о челюсти. Ты говорил это про рыб. Слушай, это не совсем. Оно о море, конечно. Но у меня такое предчувствие, что Халли будет против просмотра. А если мы никому не расскажем? Можем и не рассказывать никому. Но только потому, что ты мой любимый член экипажа. Поняла? У тебя сегодня нет занятий? Точно? Халли, Лайли, пора делать уроки. Сейчас она спитом в машинном отсеке. Дай знать, если захочешь, чтобы я ей напомнила. Твой последний урок о человеческой истории был очень интересным. Пароль от камеры с учетными препаратами принят. Медицинский сотрудник Халли Мэтьюс. О боже, двигатель подтормаживает. Работает на 2 секунды медленнее остальных. Я запущу проверку. Отправляю сигнал о проверке устройства через F. Как там снаружи? Хорошая погодка? Чудесный ветерок. Очередной непримечательный день? Каждый день такой. Только не сегодня. Да? И почему это? У кого-то сегодня особый день. Что ты имеешь в виду? С днем рождения. Как ты запомнила? У отца тоже завтра. Если бы он был жив. Когда ты обмолвился в прошлом году, я запомнила. Не беспокойся, я никому не говорила. Слава богу, ничего не надо праздновать. Да, я бы и сам не хотел все эти прошедшие годы справлять. Нет проблем, чувак. Тогда подарок забираю себе. Не-не-не, про подарок я не говорил. А что это? Ну, так же не будет сюрприза. Ладно. Надеюсь, когда я открою, мне в лицо ничего не выпрыгнет. Я же говорю, это сюрприз. Ты испекла кекс? Ты приготовила кекс? На самом деле, Хейли попросила. Не хотела продукты переводить, пытаясь по 10 раз. Мы его готовили на уроке с Лайлой. Значит, это подарок от Лайлы и Хейли. Эй, я руководила процессом. Без меня кекса бы вообще не было. А там, куда мы летим, будет море? Возможно, нет. Я даже не знаю, пригодна ли она для жизни. Все говорят, что только на той планете есть атмосфера, и все туда летят. Ну? Просто все так пытаются тебя успокоить. Ну, что я тебе всегда говорил. Правду. Верно. Пит всегда говорит тебе правду. Так ведь? Я никогда тебе врать не буду. Значит, сейчас у тебя занятие с Хейли. Ладно, если Хейли спросит про меня, скажешь, что не видел? Конечно, скажу. Но только потому, что ты мой любимый член экипажа. А вот остальным могу врать. Ну? Иди. Надеюсь, я не в их числе, мистер Бертон. Конечно, нет. Инженер никогда не врет капитану. Но иногда может и приукрасить, чтобы ценили его работу. Отлично. Тогда почините оксигенераторы в отсеке-це. Их работа компенсируется другими устройствами. Но если и они не выдержат, тогда проблемы с кислородом только усугубятся. Особенно, если вы будете тратить кислород для всяких своих дел. Они выдержат. Я заменил изношенную деталь новой, из аварийно-спасательной капсулы. Так что всё в порядке. Нельзя использовать детали из аварийной капсулы. Во-первых, они меньше и не заменят тех, что обслуживают весь отсек. А во-вторых, они из аварийной капсулы. Если она нам вдруг понадобится, мы тут не выживем ни пару минут. Уже заприметил себе? Не смешно. Хватит, господа. Пит, я знаю, что у тебя сейчас много дел. Но Эдвард... Эдвард прав. Ты должен поставить генератор на место. И ещё за сутки надо починить генератор в отсеке С. Иначе тебе придётся выйти в аварийную капсулу и не тратить наш кислород. Да, босс. Что-то ещё? Нет. Уверен, мы скоро проголодаемся. Сегодня ты готовишь ужин, так? День просто что надо. Ну? Избыток плазмы не только выбил винт. Спасибо. Твоя щедрость не знает границ. Да, а можно коробку обратно? Вдруг ещё понадобится? Она моя, ты мне её подарила, спасибо. В ней крошки остались, я их съем. Ладно, держи. Спасибо, умеешь делиться. Вкуснятина. Ммм, вкусно я приготовила. Очень вкусно. У тебя вот тут крем. Всё? Нет, нет, я сам уберу. Вот так. Сейчас я уберу. Подкатываешь? Что? Да не подкатываю я. Подкатываешь. Нет, просто у тебя тут... Это подкат, точно подкат. Не подкат. Ой, да ладно, думаешь я не вижу? Семь лет на корабле и не знаю, что это. Я просто... Да ладно. Послушай, это мой день рождения. Такой день. Ну ладно, я тебе разрешу, иди сюда. Это шутка? Пегас, диагностика завершена? Нет, но мы получили сообщение. Издалека? Откуда оно могло быть? Из Юты. Что сообщают? Зашифровано, для капитана. Чёрт, а сколько это сообщение от них шло? Полагаю, они летели по курсу. Сообщение четыре месяца назад отправили. Это единственный корабль с таким типом связи. Их сигнал идёт долго. Это точно что-то важное. С тех пор, как мы уехали, капитан, я тут как по канату хожу. Стараюсь сбалансировать все системы, чтобы остался запас топлива. Теперь они работают немного. Пит, я знаю. На самом деле, капитан, двигатель работает слабее, чем положено. Сжигаем антиматерию, словно нет никакого завтра, и в итоге нам пит. Пит. Капитан, у нас не хватает антиматерии, чтобы вернуться назад. Добраться туда мы можем, но жить нет. Уверен, на сто процентов. Пегас, подтверди мои выводы. Выводы подтверждены, Пит. Чтобы вернуться в Солнечную систему, антиматерии не хватит. Наверное, стоит предупредить экипаж. Нет, нет. Надежда даёт им силы лететь дальше. Я не хочу её отнимать. Скажу честно, Пеп. Надежда у меня кончается быстрее, чем винты. Капитан, мы получили сообщение с Юты. Оно зашифровано и только для вас. Что-нибудь придумаем, обязательно. Да, только это между нами. Хорошо? Хорошо. Внимание, всего экипажа. Эдвард рад сообщить, что ужин готов. Будьте добры, все проследуйте в столовую, пожалуйста. Желаю вам приятного ужина. Прошу, всегда знай. Всегда помни. Я люблю тебя больше всего на свете. Я знаю, ты тоже. Я всегда буду с тобой. Заверши свою миссию. Это очень важно для нас обоих. От этого зависит будущее человечества. Прощай, любовь моя. Конец сообщения, сэр. Что ты там рисуешь? Держите. Спасибо. Так-так, что у нас тут аппетитно выглядит? Что за хрень? Как будто наблевали. Там еще навало. Еще не все пришли. Да положи еще немножко и все. Иди дальше. Не указывай мне, а положи побольше. Эй, Майк, перестань. От его еды все равно тошнит потом. Он на нас опыты проводит. Забей. Каждое утро одно и то же. Поверь мне. У меня есть объекты для изучения поинтереснее тебя. Как стейк, Майк. Обгорчит. Надо же. Сегодня мне, пожалуйста, средние прожарки с острым соусом и винную карту. Где карта, мистер Эдвард? Ммм, вкусно пахнет. Вино. Вино? Хорошая бутылка Мерло. Каберне Савиньон. Ты не знаешь, о чем мы, но не страшно. Ух ты. Очень вкусный Эдвард. Диккенс бы оценил. Не могу дождаться твоей очереди. Все будет. Ты всегда что-то особенное в органеешь из сырового протеина и углеводов. Знаешь что? Я с удовольствием за тебя подежурю, Бит, если ты мне душ починишь. Ого! Я же тебе говорил, снять его и переключить напор воды. Да что ты делала в этом душе? Ну, должна же я как-то развлекаться. Эй, ребята, слушайте сюда. Курсы, что мы приостановили двигатели из-за неполадок? Все нормально, но я решил сказать. А так все отлично. Конечно. Двигатели работают уже семь лет на корабле для краткосрочных полетов. Началось. Это не двигатели изношены, это наш малютка корабль мурлычет. Но он все правильно сказал. Эти корабли не предназначены для дальних расстояний. Правда? Ты уверен? А еще для гигиены и личного пространства. И для достойного режима работы. Через неделю бассейн установим, вы знали? Да, я собиралась письмо об этом написать. Да, кресло пилота почините. Скрипит жутко. Да ладно тебе скрипит. Да тут все скрипит. Послушайте. Пусть капитан выскажется. Думаю, ему есть что сказать. Капитан? Ну, мы тут сообщение получили. Сьюты. Как вы знаете, их корабль ближе всего. Их отправили на разведку 349G. Очередная планета оказалась необитаемой. Поэтому они решили вернуться назад. Везучие сволочи. Да, я... Послушайте, я знаю, это не новость, но нам надо завершить миссию. Мы будем теми, кто откроет новую землю. Семь лет потрачено. И 14, когда вернемся? Все знают, что тут как в лотерее. Некоторые в два раза дольше летят. Некоторые всего год. Ладно, они хоть смогли связаться с флагманом. Почему я оказался на этом проклятом корабле, а не там? Да мы все только за. Чем дольше миссия, Джерри, тем больше шансов на неполадки. И меньше шансов на возвращение. Все это знали и знают. Да, верно. Согласна, мы еще хорошо держимся. Знаю. Верно. Так успокаивают те, у кого не было выбора 7 лет назад. Да лучше ей так 7 лет прожить, чем как-то иначе. В какой еще жизни? Как ты можешь так говорить? Да. У нее в одном пальце доброты больше, чем во всем твоем теле. И вся эта доброта пожухнет и превратится в пепел. Эй, Джерри. Что за... Почему ты всегда... Эй, послушайте. Раз уж у нас есть миссия, у нас есть и надежда. Ясно? Почему бы этой планете не оказаться пригодной? Ясно? Она в обитаемой зоне. Эдвард, данные с дальнего сканирования это подтверждают? Пока да. Может, немного расскажете? Да. Поделись деталями. Но... Дальнее сканирование не выявило признаков непригодности. Но много еще предстоит узнать. Мы не узнаем, пока не отправим зонд. Хотя по статистике... Вряд ли наш или любой другой корабль чего-то добьется. Но какого черта? Мы сами можем растить пищу и... Перерабатывать воду. Стоит только развернуть корабль, вернуться назад. И мы выживем. Пойду работать. Пока генераторы с кислородом не... Я пошел их чинить, Эдвард. После чего мы медленно будем задыхаться. Очень воодушевляет, да. Эдвард есть Эдвард. Просто я говорю... Как есть. А я говорю, оставь свой негатив при себе. Нас еще работа ждет. В частности, твоя работа сейчас важнее всего. Она права, Эдвард. Когда доберемся туда, мне нужна твоя помощь с телеметрией. У нас только один зонд. Похоже, кто-то стал наконец полезным. Иди ты к черту. Можно теперь добавки? Лучше я вернусь на мостик. Фегастам надоело одной вести корабль. Я пойду. Я думала, ты поешь еще? Не, я наелся. Больше не голоден. Ребята, мы почти долетели. Знаешь, интересно насчет Юты. Интересно, сколько еще кораблей погибло? Какие-то точно погибли. Надеюсь, не те, что держали курс на обитаемые планеты. Наверняка что-то нашли. За семь лет-то. Только бог знает, сколько еще лететь и где новый мир. Хейли, в чем дело, милая? Можно мне сегодня с Питом кино посмотреть? Не сегодня, завтра у нас важный день. Тебе надо выспаться. И не шастать по кораблю. Джерри разозлится, если мы его разбудим. Ясно. Все, я пошел. Прошу, всегда помни, что я люблю тебя. Я люблю тебя больше всего на свете. Я знаю, ты тоже. Я всегда буду с тобой. Заверши свою миссию. Это очень важно для нас обоих. От этого зависит будущее человечества. Прощай, любовь моя. Конец сообщения, капитан. Хотите, я его еще раз поставлю? Ты почистила зубы? Отлично, потому что стоматолог из меня никакой. Хватило того, что я Питу зуб удалила. Пит говорил, что он никому бы это не доверил. Он сказал, что ты хоть и медсестра, а лучше дантиста справилась. Правда, это очень мило с его стороны. Хотя, честно говоря, я бы с удовольствием не занималась всем этим на корабле. Ты занят? Нет, даже не лечу. Включил автопилот. Ого. Джейн отлично спланировала полет. Нет, я имел в виду, как можно быть таким ленивым. Но раз у тебя есть минутка, настало время для ночи живых мертвецов. Почему ты их опять выбрал? Да хорош, это же классика. Тебе понравится. Дай им шанс. Я знаю, в глубине души ты их любишь. Тебе не спится, Пит? Мне не спится, ты не спишь. Хорошо же. Где попкорн, приятель? Ну, можно поесть переработанный протеин. Я пас. КОНЕЦ А какие у меня были мама с папой? Они были чудесными. Они были лучшими родителями на свете, потому что любили тебя. А почему они меня бросили? Милая, они тебя не бросали. Они спасли тебя, когда не смогли спастись сами. Ты была маленькая, и не помнишь. Когда люди покидали землю, стоял переполох. Многие из тех, кто заслуживал жизни, не выжили. Места хватило не всем. Они умерли? Не знаю, милая. Я знаю, что они хотели обрести новый дом, поэтому они отдали мне тебя вот такой малышкой. А теперь ты выросла, стала большой, и теперь тебя так не потаскаешь, как раньше. Но я буду стараться. Знаешь что? Я собираюсь найти тебе новый дом. Все у нас будет хорошо. У тебя и меня. Доброй ночи, Хейли. Доброй ночи, милая. Спи сладко. До свидания в движения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Будешь? Она в порядке? Спрашивала про родителей. Что-то ответила, что они ее любили и хотели, чтобы она была здесь. Однажды придется ей все рассказать. Знаю. Не сегодня. Она еще мала. 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 Я думаю, что у Юты все получится. я знаю это может получиться у кого угодно но мне кажется у них точно получится кому-то ведет больше остальных сосредоточься на нашей миссии будешь о других думать с ума сойдешь кто-нибудь да найдет это место кто бы он ни был он войдет в историю как первые космонавты на луне на марсе их имена никогда не забудут как и те кто первый найдет жизнь на другой планете особенно если им будет что сказать джейн ты имеешь ввиду слова армстронга о маленьком шаге да если бы я знала что первые ступлю в новый мир я бы свои слова по самой высокой цене продавала ты шутишь нет спела бы песню произнесла бы рекламный слоган его бы запомнили навсегда он бы стоил состояние его бы носили как брендовую одежду я уверена что самые главные рекламщики сгорели во время войны надо чем-то посерьезнее гордиться посерьезнее девочки несмотря на то что армстронг свои слова произнес экспромтом после этой миссии наса стала писать речи заранее например джеймсу черчу который впервые побывал на марсе многие из них отсекли но они хранятся в моей библиотеке я сделаю вам выборку для чтения чтобы они вдохновляли вас и отправлю в вашу библиотеку думаю переспать питом он об этом знает нет я ему не говорила думаю он будет за да он же мужчина я просто очень скучаю по тому ощущению когда спишь с мужчиной а почему пит если не секрет мне кажется он старается больше всех да вы бы друг другу подошли вы бы сошли за родителей лайлы я не хочу быть вместе с питом я просто пошутила просто забудь как скажешь только дай ему оксигенераторы починить иначе задохнетесь не только от любви тихо мой любимый момент доброе утро всем надеюсь все выспались капитан хотел бы всех видеть восемь часов в столовой до завтрака спасибо доброе утро доброе где лайла спит еще джерри отправляемся ладно завтра мы долетим до намеченной цели как только приблизимся запустим зонт и начнем принимать телеметрия эдвард твой черед сейчас вот что важно первое схожая с нашей атмосфера с нитрогеном кислородом аргоном второе наличие воды или льда это две главные вещи из того что желательно существующая экосистема со съедобной флорой и фауной а животные инопланетяне будут неплохо если птица будет не живые несъедобные создания в список не входят как только запустим зонт будем постоянно все мониторить пока не добьемся результатов если результат будет положительный мы отправим сигнал на флагман до приземления а если отрицательным если необитаемое летим дальше и все летим обратно таков план ладно ребята будьте начеку мы уже почти добрались хорошего дня покажи мне что и и и и Продолжение следует... 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 Попробуй. Убей меня. И посмотрим, кто тебе данный зонда расшифрует. Сейчас я самый важный человек на этом корабле. Я тебе покажу твою важность. Внимание, сигнал «Оранж». Внимание, сигнал «Оранж». Внимание, сигнал «Оранж». Не может быть. В чем дело? Пока не ясно. В чем проблема? Капитан на мостик. Повторяю, капитан на мостик. Сигнал «Оранж». У нас код «Апельсин». Скажи еще раз, Майк, а то послышался сигнал «Оранж». Подтверждаю, сэр. Вы не ослышались. Проверяю данные сканирования. Корабль в нашем диапазоне, но не двигается. Есть фото? Получу, если развернемся. Стой, подожди. Сейчас я приду. В чем дело? Мы взорвемся? Или у нас пожар? Воздуха не хватает? Кто-то забеременел? Будь добр, скажи уже, в чем дело. Сигнал «Оранж». А что, мать твою, такое сигнал «Оранж»? Значит, что рядом еще один корабль. Сначала мне в это не верилось. И до сих пор не верится. Поверьте, сэр, он настоящий. Пегас, известный? Кто это? У корабля нет даже маяка и приема ответчика сигналов. Модель стандартная, 5,32. Как и наш. Самая распространенная модель. Кто-то сбился с пути? Самый ближайший был Юта. Не может быть, чтобы кто-то из нас сбился с курса. Пегас, телескоп. Координаты 87. Вектор 12А. Приблизь. Детали. Отлично. Это китайский корабль. Как они тут оказались? Они получили те же данные, что и мы. Может, они нас на пару месяцев обогнали? Но тогда вопрос, почему они остановились? Почему не летят дальше? Может, они отправили зонд на планету и узнали, что она непригодна? Поняли, что дело гиблое. Может, чинятся? А может, умерли? Эй! Может, перестанем додумывать? Ладно. Пока не получим больше данных. Пока известно только то, что там корабль. Майк. Вызобнови курс. Подолетим к ним поближе и рассмотрим. Эдвард? Да. Разбуди всех. А что, если это враги? Да, но это не факт. Зачем останавливаться? Дальше летим. А у этого корабля и запасные детали для нас найдутся. Жить станет проще в сто крат. Ну что вы. Конечно, там еще и лекарства есть, которые у нас кончились раньше, чем надо. Капитан, то, что случилось с ними, может коснуться и нас. Ладно, ладно. Их данные помогут нам не допустить ошибок. Да-да-да, что-то мне подсказывает, что по следам мертвецов идти точно не стоит. А что, если им помощь нужна? Черт с ним, закончим нашу миссию. А потом будем думать и смотреть, надо ли возвращаться к флагману. Нельзя. Да, конечно. До нового мира рукой подать. А вы даже зонт не запустили. В чем дело? Божье откровение снизошло. Не получится там жить. Что? Капитана? На прошлой неделе избыток плазмы сжег 12 кубов антиматерии. У нас же есть запас? Пит? Уже нет. О, боже. Что? Чтобы вернуться назад, нужна антиматерия. А у этого корабля она наверняка есть. А почему нам никто об этом не говорил? Тут не до демократии, Джерри. Мы зайдем в их корабль и поможем либо им, либо нам обоим вместе. Данные с этого компьютера для нас крайне важны. Они нужны нам. У нас нет выбора, ребята. Капитан, на наши попытки связаться с неопознанным 5.36 ответа не поступило. Я не могу связаться с системой их ИИ. Так бывает редко, наверное, она выключена. Курс приближения проложен. Мы будем готовы к стыковке в течение часа. Ребята, когда мы туда попадем, надо идти сразу к бортовому компьютеру и подключить его. Потом надо пойти в машинный отсек и узнать, есть ли топливо. Ладно, Джейн. Мы в шлюзе. Мы готовы. Вас поняла. Удачи. Джон передает Джейн. Блокируйте шлюз. Мы на китайском корабле. Закройте люк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Джейн, герметичность корпуса неопознанного 5.32 составляет 62%. По протоколу надо заблокировать шлюз и убрать коридор причаливания. Пока группа высадки не завершит миссию. Поправка. Герметичность неопознанного 5.32 составляет 61%. Мне это не нравится. Где все? Тут хоть пару человек должно быть. Держитесь вместе, ребята. Пит, проверь дальше. Да, сэр. Встретимся на мостике. Встретимся на мостике. Ничего нет, капитан, кроме стукшей еды. Можете прочесть, что там написано? Вас понял. Все на китайском. Полагаю, их система выдает те же показатели, что и наша. Судя по всему, атмосферное давление в норме. Жарко, но кислород есть. Дышать сможем. Значит, можно снимать. Конечно. Только после вас. Ладно. Надо, чтобы ты починил главный двигатель. И мы вновь подключили компьютер. Ладно. Хорошо. Хорошо. Вуаля. Отлично. Так, посмотрим, смогу ли я подсоединиться к журналам и узнать, что произошло. И посмотри, что мы сможем отсюда вынести. Майк, узнай, как долго они здесь. И как они сюда попали. И как они сюда попали. Как у тебя с китайским? Немного подзабыл. Да, я тоже. Ну, хотя бы корабль той же модели, с таким же управлением. Да, все сделано в Тайване. Хейли говорит по-китайски. Надеюсь, она переведет, если мы найдем журналы. Ни команды, ни признака жизни. Это то, что с ней произошло? Кажется, я что-то нашел. Мы найдем журналы. И все? Это последнее. Он не напуган, ничего такого. Он как будто озадачен. Может, они не знали, что вот-вот произойдет? Как идет передача журналов? Не очень. Все на китайском, мне придется работать с каждым по очереди. Перекинь их на Пегас. Пусть Хейли начнет перевод. Приступаю. Хорошо. Что? Тут кто-то есть. Что? Здесь кто-то есть на корабле. Кто? Я не знаю. Но я видел достаточно ужастиков, чтобы идти и проверять это самостоятельно. Я лучше вернусь. Скажу своим, и мы вместе пойдем проверим. Проверю внутренние датчики. Фауфлайн, отлично. Ладно, ребята, пойдем вслепую. Разведать все равно придется. Держитесь рядом, идем. Джейн, Питт удалось временно запустить устройство на драконе. Я подключаюсь к ним. Хейли, Майк отправил две файлы для перевода. Многие системы дракона все еще находятся в автономном режиме, включая внутренние датчики. Капитан установил между кораблями режим радиомолчания. У них ситуация на борту. Код 7. Майк, контроль на 6 часов. Есть, капитан. Мне показалось, мы проверили корабль. Очевидно, нет. А ты уверен, что кого-то видел? Уверен, я видел. Ни разу не видел, что ты так бежал. Я бы на тебя посмотрел. Если не веришь, можешь идти вперед и сам проверить. Что это было? Я не сильно разглядел, но он выглядел как... Какой-то маньяк. Высокий, где-то метр восемьдесят. Метр восемьдесят? Был в машинном отделении. Питт, он был в машинном. Ясно, ясно, я слышу. Он был тут. Хочешь пойти первым? Ты справишься. Да, ладно. Хочешь. Ну, ага. Субтитры сделал DimaTorzok Боже, это ребёнок. Пит, где тут метр восемьдесят? А сам-то чё повалился? Я споткнулся. Ну, конечно. Надеюсь, он что-нибудь объяснит. Я понесу его. Идём. Метр восемьдесят, а? Не хочу говорить об этом. Ты для этого подкрепление вызвал? Навыки лидера заставили меня предупредить вас. Эй, капитан. Да? Мы с Майком интересуемся. Если с тобой что-то произойдёт, кому ты передашь командование? Если что-то произойдёт, это Пит интересуется. Я-то ответ знаю. Я полагаю, что тому, кто больше всего знает о корабле. Ребята, я буду исходить чисто из внешних данных. Вызываю мостик. Мостик, как у вас там, капитан? Нашли выжившего, китайского мальчика. Джейн, шлюз не открывается. Можешь запустить открытие? Здесь никаких проблем нет. Пегас, открыть шлюз. Шлюзы были запечатаны. Введите команду вручную. Боюсь, это был я. О чём ты? Капитан, я запечатал их. На случай, если выжившие из китайского корабля решат перебраться на Пегас. Да, но тут мы и мальчик, поэтому впускай нас. Не могу рисковать. Нельзя, чтобы зараза туда перебралась сюда. Вам придётся остаться там, пока мы не поймём, что произошло. Открой дверь, Эдвард. Тут только мы, никакого риска нет. Открой дверь, Эдвард. Это прямой приказ. Капитан, когда вы с Майком вне корабля, командование беру я, и я рисковать не буду. Вам даже нельзя было скафандры снимать. Мы не знаем, что с ними произошло. Может, они все заболели? Вы подвергли угрозе целую миссию тем... Он прям не затыкался. Просто немного успокоил Эдварда, сэр. Хейли? Ручное реверсирование. Открытие шлюзов. Чисто внешние данные. Слыхал? Да. Что значит, это я? Мечтай. Ты подверг нашей жизни опасности. Нужно было оставить его там умирать. А лучше, ты бы помог ему в этом сам. Это ребёнок. Псих ты такой. Лайлу ты тоже легко убьёшь? Это другое. Каким образом? Лайла, нам не враг. А его народ, да. Именно такая политика нас сюда и завела. Нравится или нет, мы уже здесь. И эти люди гонятся за тем же, что и мы. И я очень-очень сомневаюсь, что два флага смогут быть вставлены в один и тот же песок. Хейли, что ты о нём скажешь? Немного. Ему где-то 4-6 лет истощён. Плохое состояние гигиены. Травмирован тем, что произошло на этом корабле. Или тем фактом, что он был там в течение долгого времени. Он на успокоительных. Поговори с ним, как очнётся. Капитан, вас вызывает Питт с дракона. Говори, Питт. Капитан, я проверил запас антиматерии. Здесь ничего почти нет, чтобы вернуться нам домой. Уверен? На 100%. Дважды перепроверил. Похоже, они ничего не оставили для боевики домой. Понял. Отправляю к тебе, Майка. Снимите всё, что не прибито, и возвращайтесь, как только закончите. Понял. Доволен? Просто красота. Можешь проверить, сколько всего у них тут было? Ты точно все запасы проверил? Да, дважды, поверь. Это был полёт в один конец. С самого начала. Думаешь, они знали что-то? Да, спешили добраться до планеты. Раньше западников. Да ладно, валим отсюда. Да, отличная идея, дружище. Я только что снял все изотопанные блокаторы. Я уже чувствую жар. Что от этого будет? Ну, через пару минут корабля уже не будет. Увидимся позже, а ты пока потуси тут. Чувак, не смешно! А капитаном бы всё равно в итоге стал бы я. Я серьёзно. Ты бы даже в кресло капитанское не сел. Потому что я бы дал тебе полюбоваться им немного. Да, 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 конечно. Мне же так жаль тебя. Вот, блин. Что? Забыл планшет. Вот, возьми. Времени же нет. Нет, ещё 10 минут. А как же взрыв корабля? Через 10 минут. Увидимся на мостике через минуту. Ладно, поторопись. Хорошо. Пит вызывает мостик. Слушаю, Пит. Джейн, шлюзы опять запечатаны. Пит, ты ещё там? Да, и буду рад отсюда свалить. Никто шлюзы не трогал. Эдвард? В отключке в медотеке. Пегас, кто запечатал шлюзы? Джейн, это сделал дракон. Внимание, разрыв корпуса. Начата процедура аварийного закрытия шлюзовой камеры. Что это было? Взрыв шлюзе. Мы в безопасности? Внутренняя дверь герметичная и не повреждена. Наружная дверь выбита. Фистит ещё там. Что значит ещё там? Он вернулся за планшетом и теперь заперт там. Пит, сколько у тебя времени до взрыва? Около семи минут. Так, Пит, слушай, залезай в скафандр и отправляйся к нам пешком. Не пойдёт. Мы оставили все скафандры и шлемы на Пегасе. Дерьмо. Нет, всё нормально. Пит, послушай. Мы подлетим ближе. Откроешь дверь своего шлюза. Взрывная декомпрессия подбросит тебя к нам. Несколько секунд без костюма ты переживёшь. А как мы его впустим внутрь? Внешней двери шлюза нет. Если мы откроем внутреннюю, то потеряем атмосферу на по всём корабле. Опечатаем отсек. Нет, это слишком долго и всё вручную. К тому же, как только мы впустим атмосферу, она откинет его назад. Пит. Да. Скорее беги в спасательный отсек, и мы заберём тебя после взрыва. Ясно. Бегу. Майк. Кэп. Первый вид медотека. Убеди, что Эдвард без сознания, а Хелли мальчик. Джейн, отлети от корабля. Майк. Вооружись. Понял. Сэр, а не надо подождать? Джейн, выполняй. Внимание. Камера антиматерии дракона дестабилизирована. Пегас находится в пределах прогнозируемого радиуса взрыва. Модуль ещё не вылетел. Ну же, Пит. Что он мешает? Спасательных модулей нет. Пит. Ничего, я. Я знаю, что будет дальше. Мне жаль. И мне тоже. В блоках оксигенерации нужно отпускать давление каждые 3-4 недели. Иначе клапан будет дуть. А у нас их не так много осталось. Но если всё же понадобится, они у меня в кладовке. Пит. Послушай, тебе нужно знать кое-какие вещи. Медотсек. Аварийные батареи медотсека сейчас приводят в действие систему рециркуляции воды. Поэтому если понадобится медотсек, для чего-либо аппедицита, придётся переключить её вручную. Для меня было честью. И для меня. Прости меня. Прости, я не должен был отпускать тебя одного. Эй, заткнись. Тут не за что извиняться. Береги себя, дружище. Пит. Эй, хитрюля. Вернись, пожалуйста, Пит. Пит. Очень хочу, но я не могу. Произошёл несчастный случай, я застрял тут. Довольно глупо. Но послушай, всё будет хорошо, потому что Хэлли... Что сейчас будет? Так. Где-то через минуту я умру. Но послушай, это будет очень быстро. И здорово то, что эту минуту я смогу поговорить с тобой. И я скажу тебе, что... Я скажу тебе, что люблю тебя очень-очень сильно. И что я счастлив, потому что... Ты очень скоро увидишь океан. А я помог тебе в этом. Не грусти, малышка. Я очень тебя люблю. И мне надо, чтобы ты сохранила секрет для меня. Ты сможешь? Хорошо, подвинься. Очень-очень близко к монитору. Передай Хэлли, что мне жаль, что не сказал ей всего, что должен был. Ладно. Уже очень-очень... Давно должен был сказать. Ты понимаешь? Не грусти, малышка. Все будет хорошо. Я... Я люблю тебя. Что я говорил тебе, капитан? Я предупреждал, что нельзя связываться с китайцами. Никто не мог такого предвидеть. Я рад, что ты так думаешь. Все. Потому что мы потеряли единственного, кто мог управлять кораблем. К сожалению, сейчас мы в системе. Я не знаю, как теперь эта корыто будет двигаться. Держи. Майк, переоденься. Джейн, верни нас на курс. Майк, переоденься. Проигрываю запись. 84-70. Ладно, я отвинчиваю последний винт. Постарайся не потерять его. Расслабься, он в надежных руках. Ты не хочу их терять. По возможности. Да, тут и так уже довольно много винтов летает. Майк, ты не веришь в разумность членов экипажа на борту? Или нарочно привираешь насчет исправности моего корабля? Твоего корабля? Пошел ты, чувак! Этот корабль мой. Воу-воу, полегче, астронавтик. Любой дурак может это корыто вести, нажав «Поехали». Но надо быть гением. Обрати внимание, Майк, что я гений, чтобы корабль не развалился в пути. А значит, корабль мой. Простите, дамы, что прерываю вас, но это корыто, как ты его называешь, Пит, мое. Капитан, чей это корабль? Корабль Джона. Вот и умнички. Сколько еще займет работа? Устанавливаю новый клапан. Вас понял, постарайтесь быстрее. Двигатели надо запустить в течение часа. На нас летит облако пыли. Там не до клапанов будет, если долетит. Вас понял, сэр. Ускоряемся. Так о чем мы? Надо убедиться, что нас не слышат. Капитан. Так, ну ладно, о чем мы? Майк, этот корабль мой. Благодаря мне он еще не развалился. Это Майк меня вечно просит, довезя нас до той планеты, проскочить сквозь метеоритный дождь и черную дыру. Чего только не просят пилоты, запутавшись с управлением. Эй, может он и разваливается, но не ты его чинишь, как, например, сейчас. Но моя работа в распределении обязанностей. Какой смысл мне рисковать выходить и чинить клапан, когда есть ты, Майк? Работа для семилетки. В следующий раз отправим Лайлу. В скафандр большеват. И кроме того, наружу отправляют тех, кого не жалко. Как ощущения? Выживу. Ты меня сильно ударила. Не нужно было впускать их на борт. Я следовал правилам. Бит мертв. Что? Как это случилось? Прекрати болтать. Послушай меня, послушай. Слушай, хватит, успокойся. Ты говоришь по-английски? Вызови капитана. Нарушение безопасности. Нарушение безопасности. Медицинский отсек. Нарушение безопасности. Медицинский отсек. Нарушение безопасности. Медицинский отсек. Все хорошо. Выясни, что случилось с кораблям. И не спускай с него глаз. И с него. Она мертва. То есть у меня опять галлюцинации? Ну же, ты все прекрасно знаешь. Я мертва, а ты все еще представляешь меня. Отлично. Лучший из миров. Все должны быть готовы умереть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну же... Джей, Лайла... Как он там? Спит. Что-нибудь выяснило? Немного. Китайский у меня не очень, даже с переводчиком. К мужу были вопросы, на которые он не хотел отвечать. Я спросила его о его родителях и других людях на корабле. Пока ничего. Что-то очень ужасное произошло на том корабле. Но он не говорит, что. Майк и Эдвард нашли журнал полета. Пит. Пит был прав. Они не собирались возвращаться. Они спалили все дотла, чтобы добраться сюда на пару месяцев раньше нас. Спасательные модули были выпущены полгода назад. Мальчик был один все это время. Неудивительно, что он такой дикий. Странно то, что в следующей неделе после того, как были запущены спасательные модули, шлюз открылся пять или шесть раз, но корабли не состыковывались. Наверное, он пытался убить себя, но не смог. Капитан. Слушай. Мы в радиусе планеты. Эдвард подтвердил, что зонд готов к запуску. Спасибо. Передай Эдварду приступать к запуску. Зонд успешно запущен. Вот к чему это привело. Да. Думаешь, у нас получится? Да, думаю. А я нет. На нижнем экране. Да, вижу. Что у вас? Это же не отчет зонда. Да, слишком рано, но у нас новости о другом. О китайском зонде. И что там? Согласно их компьютеру, зонд был отправлен за пару часов до того, как был запущен их спасательный модуль. Но по другому адресу. Как это по другому адресу? У этой системы не одна планета с жизненной зоной, а две. Они на одной орбите. Телескопические сканы спутали одну с другой. Понимаешь, что это? Две потенциально обитаемые планеты. Это удваивает наши шансы. А вы уже получили передачу данных с зонда? После запуска корабль вышел за пределы диапазона. Зонд должен был передать данные, но посмотри, они их так и не получили. Мы намного ближе к системе, поэтому, когда мы запустим наш зонд, то сможем начать получать данные с их зонда. Выходит, что да. Сейчас вторая планета за их Солнцем. И если мои расчеты верны, то через пару дней, когда планета появится в поле зрения, мы сможем получить передачу данных с китайского зонда. Мы дважды бросим кости, господа. Но пока мы подождем. И о чем это вы думаете, капитан? Вы знаете, о чем я думаю, капитан. Да, всегда. Твоя команда этого не видит, но я чувствую грусть, которая омывает тебя, как волны омывают пляж. Ты думаешь, сколько бы сейчас было нашим детям, если бы все пошло, как мы планировали? И на кого бы они были похожи? Ты бы хотел, чтобы на тебя. Я жив. А она вытащила короткую спичку? Неужели ее команда подняла мятеж и убила ее и ребенка? Или она сама убила себя? Может, сама убила ребенка? Вот что значит быть капитаном. Принимать трудные решения и придерживаться их. Я знаю, что значит быть капитаном. Капитан. Вы не спите? Да, все хорошо. Спи дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Истек срок действия кода блокировки. Медицинский работник Хейли Мэтьюс. Введите обновленный код доступа. Код блокировки принят. Капитан Джон Дейл. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Доброе утро, капитан. Эдвард смог починить мой мейнфрейм. Так что я с радостью бужу вас. Но большинство моих команд все еще офлайн. ДимаTorzok ДимаTorzok Прости. Медведь, я так устала, мне надо ложиться спать. Кэлли? Джерри? Пегас. На палубе А вырвана панель 42 Спасибо, капитан. Я передам это на мостик. Джейн, капитан снова подключил проводку в панели 42 Некоторые мои функции возвращаются онлайн Команда пересчитана, включая двое выживших с дракона Джон? Внутренние датчики на китайском корабле тоже были выбиты, сэр Хорошая работа Нам нужно запустить внутренние датчики, чтобы понять, что никого лишнего на корабле нет Вы в порядке? В норме, иди Хотели видеть? Веди его сюда Вы что делаете? Вы же видите, он напуган Мне плевать Аккуратней с ним Спрашивай Спрашивай, это приказ Я последний, он меня оставил Кто это? Он сказал, что этот человек выследил и убил каждого в команде Одного за другим выбросил через шлюз Говорит, он последний Капитан, Джейн удалось вернуть все мои внутренние датчики обратно на онлайн Принято Джейн последний, выживший с дракона И еще у Эдварда новости зонда Последний или нет, свяжите его Свяжи его Эдвард, капитан, созвал собрание по твоему запросу Полагаю, команда в ожидании новостей от тебя Итак, что именно означает неубедительное? Это означает, что мы не можем определить из телеметрии, пригодна ли планета для жизни или нет Но зонт там был именно для этого Разве ты у нас тут не эксперт? Ты здесь, чтобы расшифровывать данные Так расшифровывай Они неубедительные Что это значит? Значит, что надо приземлиться и узнать Подождем пару дней, пока планета не прояснится Получим данные из китайского зонда со второй планеты И поймем, на которую из них лететь У нас нет времени Почему? Еще один из кислородных блоков вышел из строя Теперь, когда работают только два, мы поглощаем кислород быстрее, чем производим Сколько у нас времени? Недостаточно, чтобы дождаться данных зонда Пегас Да, Джерри Каковы шансы на выживание и на сколько, если мы сократим количество дышащих на борту? Никто никого не убьет Да ладно Один человек равен 30% Мы потеряли двоих Не честно, что он дышит нашим воздухом Нет, мы приземляемся Приготовьтесь Проверь мальчика, Хелли Есть шанс, что если мы приземлимся, то уже не сможем взлететь Ясно Капитан, Джейн выровняла Пегас и готова к посадке Но предупреждаю, что после 7 путешествия и со всеми изменениями, которые Пит внес в мою систему, посадка не будет мягкой Могу ли я предложить подождать и запустить симуляцию полета? Нет, сейчас Пегас, штурвал в ручной режим Подтверждаю Штурвал переведен в ручной режим Удачи, Джейн Ввожу курс спуска Повышение температуры наружного воздуха Отрегулируйте угол спуска Вероятность разрыва корпуса Подними нос Подними нос Пытаюсь Внешняя температура критична Джейн, твой курс сбит минимум на 10% Мы сгорим! Я справлюсь Готовьтесь к приземлению Утечка азота в медотсеке Перегрузка мощностей в столовой Аварийный источник питания второго уровня Начитай системы контроля повреждений Капитан, мы успешно вошли в стратосферу планеты Майк, тебе бы это понравилось Майк, тебе бы это понравилось А вот мне тут мало нравится Идем Я пойду с тобой Нет, ты нужна на случай, если мы не вернемся Приземляться сложно, а взлетать просто Ты капитан, твое место здесь Ладно Я запечатаю воздушные замки за вами Как только вы запакуетесь, это займет пару минут Ясно, не спеши, мы пошли одеваться Что-то глубокое Что? Ничего Не обращай внимания Что там с данными? Черт Уверен Ты получаешь те же данные, что и я? Да Эдвард вызывает мостик Говори Мы тут без скафандра и двух минут не продержимся Экосистема этой планеты все еще развивается Слишком много метана и азота Это как земля три миллиона лет назад Сухой колодец Принято Повезет в другой раз Возвращаемся Но главное Вы делаете то, что никто раньше до вас не делал Будем надеяться, что на второй мы все сможем выйти И почувствовать ветер на наших лицах Помните? У нас еще один бросок костей Куда нам теперь? Обратно на корабль Капитан, Джейн и Эдвард вернулись на борт Шлюз запечатан Ясно Могу ли я предложить экипажу поспать, поскольку у вас всех признаки усталости А я проведу диагностику работы систем, пока вы отдыхаете Да Будет неплохо провести время на поверхности Да Джейн, поздравляю тебя с тем, что я стала одним из первых людей, кто вступил в чужой мир Надеюсь, твои слова были запоминающимися Мы будем готовы взлетать примерно через три часа Постарайся отдохнуть за это время Запущена последовательность зажигания Мы покидаем атмосферу планеты Получилось Мы улетаем Есть проблема, Джейн Второй двигатель теряет мощность Пегас, перенаправь все аварийное питание к двигателям Выполняется передача Внимание, утечка азота обнаружена в машинном отсеке Утечка азота Эдвард, где она? В машинном Приступай Золотой Чем? Мне плевать, давай Импровизируй Давай, пошел Капитан, азот мог просочиться в оставшийся запас кислорода Можно ли опечатать этот отсек? Опечатать ее нельзя Но можно закрыть Его нельзя закрыть Это газогенератор двигателя Закроем его и потеряем все Уровень азота в критической точке Что ты делаешь? Мне нужен тейп Любой металлический скотч Если уж у кого и искать, то у Пита У него нет, я уже проверил Внимание, повторное зажигание сердечника двигателя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаешь, я действительно думал, что комната двух убитых Будет отличным местом, чтобы спрятать орудие убийства Мы покинули стратосферу и непосредственную опасность Но я боюсь, что двигатели с антивеществом все еще не работают Ну же! То есть нам нечем отталкиваться? Верно, капитан Приготовься, запускай через 3, 2, 1 Реле двигается оффлайн Сейчас подключим Давай Перезагружаю Не сработало Тогда давай еще раз И 4, 3, 2, 1 Перезагружаю четвертый двигатель Эдвард мертв Риск радиационного загрязнения 81% Давай еще раз Эдвард мертв Блок оксигенерации расходует О2 Как? Закройте нижнюю палубу Так, я проверю Пацан убил его Так, это мы вернули Закройл его Внимание всей команды, покиньте нижнюю палубу Я был в машинном отсеке, а он Справишься? Я ничего не смог сделать Жизнеобеспечение нижней палубы отключено Пора с этим заканчивать Ты в порядке? Да, да, я в норме Только Немного Устал Мне нужно отдохнуть Немного Он был тут все это время Стой здесь Уровень антиматерии 2% И падает Кэлли Капитан Мы использовали всю мощность, чтобы взлететь с планеты У нас мощности, чтобы либо послать сигнал флоту, либо отправиться на следующую планету Но не оба Мы же отправимся на планету, да, капитан? Капитан Подумай очень хорошо, капитан Мы же не хотим терять еще одного члена команды Ты убил их Нет, я тебя предупреждал Случится несчастье, если пустить сюда китайцев Я был прав И сейчас мы отправимся на эту планету У меня немного времени осталось в жизни Но помереть я намерен с чувством ветра на лице Поступай правильно Защите детей Как смешно Мне казалось, что все так не будет драматично Да и плевать Куда мы идем? Посмотреть на океан Как и сказал Пит Внимание Если не запустить двигатели Нас затянет гравитация планеты Хейли? Внимание Обнаружены поломки фюзеляжа Прочность корпуса спустилась до 21% Знаешь Эта малявка была твоей слабостью Я поклялась защищать ее Зачем? Потому что она дочь моей сестры А что же ты не взяла сестру с собой? Только дочку Они спали А ей было всего несколько дней Только те, у кого был доступ Должны были подняться на корабль Иначе он был бы перегружен Времени не было Я только схватила Лайлу и побежала Внимание Старт эвакуационного модуля прошел успешно Однажды, дорогой капитан, покинул корабль Прямо перебор заботы о человечестве Если планета пригодна для жизни, надо отправить сигнал Это может быть последней надеждой человечества Оно уже использовало свой шанс Что там у нас с китайскими журналами? А, вот они Помнишь, что он говорил? Не все Позволь просветить Они также запустили зонты на вторую планету Но зонд вышел из строя С их запасом мощности они понимали, что если приземляться, то уже не смогут залететь Поэтому капитан отправился за зондом в спасательном модуле Он собирался починить зонд и отправить сигнал Возможно ли жизнь на планете? Возможно, может быть и нет Если это не так, то они не отправляли членов команды на смерть на поверхности планеты Но вскоре после этого один из членов команды сошел с ума И начал убивать всех подряд Всех, кроме маленького мальчика Которому удалось спрятаться от мучителя Пока не появились мы Капитан, мы получили данные из китайского зонда Ну-ка не двигаться, капитан Или я перережу ей глотку Выстрелишь, повредишь корпус, мы все помрем Бросай оружие, быстро! Внимание! Разрыв корпуса, атмосферная вентиляция Субтитры создавал DimaTorzok Она пригодна для жизни Пошли сигнал Мы используем всю мощность Я знаю Отправляю сигнал в флоту Запускается сигнальный модуль Сбой основного питания Мы входим в гравитационное поле планеты Внимание! Через 30 секунд Мы войдем в атмосферную зону планеты Пегас Каковы шансы выживания? Ваши шансы выживания равны нулю Поздравляю, капитан Вы завершили миссию Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...